Здравствуйте, дорогие зрители! С вами вновь Чё там у вас ньюс! Новости Центральной Азии, а также и не только! Сегодня в выпуске... В Узбекистане гражданам, которым будут ходить 10 тысяч шагов в день, государство будет платить по 3 доллара в месяц. На что уличные попрошайки Ташкента заметили? Если сидеть вообще без движения с протянутой рукой, можно заработать гораздо больше! Президент Таджикистана Эмамали Рахмон сразу после инаугурации отправил в отставку правительство. Ну что ж, вполне обыденная ситуация для Таджикистана. Правитель уволил правительство! В Казахстане за допросом задержанных теперь можно будет наблюдать онлайн. Похоже, что МВД Казахстана следует мировым трендам и тоже хотят золотую кнопку Ютуба. Зато теперь зрители смогут комментировать допрос, а также скидывать донаты на чай, сигареты и адвоката. В Казахстане несколько гражданских активисток побрились на лысо, желая быть услышанными властями. Однако в соседнем Кыргызстане женщины еще в марте нашли способы поинтересней. К новостям Кыргызстана. В Бишкеке на складе конфиската МВД произошел пожар. В результате пострадали несколько сотрудников. Пострадавшие жалуются на сильную жажду, голод и желание тусоваться. В 40 километрах от Бишкека найден древний курган 2 века нашей эры. Он похож на лабиринт, в центре которого лежали человеческие и лошадиные кости. Экспертиза костей показала, что человек умер своей смертью, а лошадь не своей. В Арабских Эмиратах женщина подала на развод из-за отсутствия скандалов с мужем. В суде она заявила, что чувствует себя задушенной его любовью. В ответ женщины Средней Азии заявили, что лучше задыхаться от любви мужа, чем от его рук. Хотя женщины России ее поддержали. Раз не бьет, значит не любит. В Китае жена изменила мужу с тремя сотнями любовников из-за того, что муж сильно занят на работе. В общей сложности женщина выманила у любовников 400 тысяч юаней. Теперь люди спорят, кто же был сильнее занят зарабатыванием денег. Муж или его жена. О президентских выборах в США. В ночь на 4 ноября Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе. По-моему, недавно где-то мы с вами уже такое видели. Но как показывает азиатский опыт, такая радость всегда преждевременно. И в завершении. Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Джапаров высказался о ситуации в экономике и предстоящих реформах. Ближайшие месяцы станут самыми трудными для нас всех. И вот тут кыргызстанцы могут расслабиться. Он же не сказал для вас. Да и куда уже труднее. Это были Че там у вас ньюс? Ну, в общем, вы поняли.